Качайте моды только из проверенных источников, с официального форума игры или с помощью таких видео как это. Всем привет ребята, с вами Джофф и это наш новый модпак патчу 0.9.6. С приходом этого обновления мы как всегда подготовили ваши любимые моды. Удобные прицелы, панели повреждений, информационные панели, ангарные моды, одоление камеры, xvm и многое-многое другое. Но кроме этого мы добавили целую кучу новинок, которые помогут вам в выполнении личных боевых задач, которые сейчас так популярны. Выбирайте, устанавливайте и помните, моды это лишь инструмент для достижения вашей победы. Моды могут сделать вашу игру проще, но научиться грамотно играть вы должны сами. За нашу работу мы просим от вас лишь одно, подписку на наш канал и лайк под этим видео. Чем больше лайков вы ставите, тем больше новых модов мы добавляем в модпак и дорабатываем старые. Ну а теперь собственно к модам. Перед тем, как мы перейдем к основному списку, давайте обсудим новинки. И первые две новинки у нас идут дуэтом, потому что они интегрируются вместе и работают сообща. Это мод на активацию и показ ЛБЗ и это ангарный расчет опыта и боев до следующего танка. Мод на активацию ЛБЗ выполняет сразу несколько вещей. Во-первых, автоматически активируют доступные ЛБЗ. Переактивация происходит в ангаре при выборе танка в карусели. Также при активации возможен выбор режима сложности для задач. Можно просто проходить все боевые задачи или добиваться выполнения всех дополнительных заданий. Очень удобный мод, который избавляет вас от необходимости каждый раз заходить в меню, тыкать какие-то кнопки и в общем просто очень сильно упрощает вашу жизнь. Этот мод на автоактивацию ЛБЗ можно интегрировать с модом на ангарный расчет опыта и боев до следующего танка. При этом появляется возможность выводить информацию об ЛБЗ в ангаре и переключать с помощью горячих клавиш режимы работы данного мода. Можно, например, посмотреть какие у вас задачи и можно переключить режимы сложности с повышенного на обычный. Следующая наша новинка это расширенная информация об экипаже в ангаре. Этот мод показывает примерное количество опыта и боев, необходимых до 100% изучения текущего навыка. В общем, если у вас сейчас 2-3 перка на вашем любимом экипаже и вы хотите узнать, сколько вам надо накатать боев, чтобы выучить следующий перк, третий или четвертый или пятый, этот мод всегда вам такую информацию подскажет. Еще одна наша очень полезная и важная новинка это мод на танкованного урона специально для выполнения ЛБЗ. К сожалению, ребята, ситуация такова, что сервер во время боя не отдает на клиент данные о том, сколько урона вы натанковали. Так что мы можем только примерно предполагать, сколько урона противники влили в вас в данный момент. Поэтому наш мод показывает среднее значение, минимальное значение и максимальное значение. В любом случае, вы себе в бою сможете примерно представить, сколько вы натанковали и сколько вам еще осталось для полной победы и выполнения задачи. Этот, ребята, мод весьма экспериментальный и мы его выкатили лишь для того, чтобы сделать вашу жизнь удобнее и чтобы вы нам отправили какой-то фидбэк. Пишите в комментариях, какие есть ошибки, насколько стабильно он работает и какие у вас есть замечания. Но мы надеемся на вашу положительную реакцию. И последняя на сегодня новинка это сложный мод Винтик. Мод предназначен для быстрого ремонта и лечения экипажа нажатием одной кнопки в бою. Часто бывает ситуация, когда сломались сразу несколько модулей и времени выбирать, что восстановить, просто нет. Мод решает эту проблему. Вы можете починить только гусеницу или же наоборот восстановить наиболее важный модуль по заранее определенному правилу. Правила задаются в конфиге при настройке мода. Самый главный плюс этого мода, ребята, это то, что гусеница и другие модули теперь чинятся разными кнопками и очень быстро. Гусеницу вы можете починить, нажав кнопку Alt. Больше не нужно тянуться никаким цифрам, при этом если гусеница желтая, чиниться ничего не будет. Но если вдруг у вас закрытовались какие-то другие, более важные модули, достаточно просто нажать кнопку пробел и они сами починятся. А что уже для вас важнее, боюкладка, орудие или двигатель вы выбираете себе сами. Можно задать очередность лечения и какие-то отдельные модули и экипаж на отдельных классах техники будут лечиться в строгой очередности. В общем, ребятки, мод сложный, но очень и очень полезный и удобный. Я лично себе его обязательно поставлю. Как минимум потому, что гуслю можно будет чинить одной кнопкой, а другой кнопкой, пробелом, чинить все остальное. Мало кто из вас знает, но каждую неделю мы разыгрываем на ютубе до 50 тысяч золота при поддержке варгейминга. За что ему огромное спасибо. Мы устраиваем различные стрим-шоу, покатушки и просто викторины. Если вы хотите в субботу весело провести время, выиграть голды и просто попасть в телевизор, ставьте наш анонсер стримов. И вы всегда будете в курсе интересных голдовых стрим-шоу. Ну а теперь к остальным модам. Прицелы – это основа нашего матпака и один из самых первых модов в мире танков. Именно с них началась переделка интерфейса игры силами игроков. В нашей сборке есть огромное количество прицелов, как у Джова, Вспышки, Амвея, Муразора и просто интересные и удобные прицелы. Некоторые из них показывают огромное количество информации о враге, другие совсем минималистичные и лаконичные. Каждый может выбрать себе на свой вкус и цвет. Также у нас есть отдельные арт-прицелы для артоводов со всякой полезной информацией и отдельные круги сведения, как у Кирилла Орешкина и с углом вхождения снаряда. Выбор воистину огромен. Все зависит от ваших желаний. Полезные мелочи в бою – это то, без чего не может обходиться ни один танкист. Индикатор автоприцела – полезный мод, который подсвечивает врагов специальным цветом, когда вы их берете на автоприцел. Индикатор противника – один из самых обалденных модов, которые я видел за последний год. Он указывает на ближайшего врага, который находится вне поля вашего зрения. Зеленый цвет означает, что враг рядом. Красный – что он рядом и может по вам стрелять. Общие ХП-команды, которые позволяют следить за ходом боя. Индикатор направления обстрела – чтобы знать, откуда по тебе стреляют. Удаление грязи и снайперского режима. Направление стволов танков на миникарте – чтобы знать, кто и куда смотрит. Круг засвета 15 метров от танка и многое-многое другое. Все моды очень полезны и существенно облегчают вам контроль боя и помогают побеждать. Плюс к этому в нашем матпаке есть комплексный мод «Пимод», который также добавляет кучу полезных мелочей. Калькулятор брони, который позволяет выцеливать слабобронированные места противников. Дополнительный яркий серверный прицел, если вы профи в танках и не любите полагаться на клиентский. Отключение инерции скролла при движении камеры и отключение красных вспышек при получении урона. Результаты последнего завершенного боя, которые показываются прямо в бою и помогают вам узнать, победили вы или нет. И стилизованные системные сообщения, которые явно понравятся всем танкистам. Есть куча вариантов на выбор. Углы вертикальной наводки – один из самых полезных модов для ПТ и артиллерии. Он помогает вам узнать, насколько сильно вы можете повернуть свое орудие вправо или влево. У нас в матпаке есть целых 4 варианта на любой вкус. Выбирайте, что вам понравится. Информационная панель выбранной цели – ваш лучший помощник. Этот мод показывает количество ХП, бронирование, обзор, бронепробитие и урон вашего противника. Если вы еще не освоились в мире танков и плохо знаете характеристики машин, без раздумий ставьте этот мод. Панель повреждений действует иначе. Она показывает, кто именно по вам стрелял, каким типом снаряда, сколько нанес урона и пробил или не пробил. Это один из самых полезных модов в нашей игре. Он позволяет быстро определить, сколько ХП вы потеряли и кто по вам стрелял без засвета. Если противники стреляют по вам голдой, вы тоже об этом узнаете. В разделе «Боевой чат» у нас представлены несколько полезных модов. Сообщение «Я засветился», которое автоматически посылается в чат при вашем обнаружении, когда союзников осталось меньше 5. История сообщений чата, чтобы всегда можно было посмотреть, кто с кем и когда ругался. О повещении других игроков о стрелявшем по вам союзнике. Тоже полезная штука, если вдруг в команде нарисовался тимкиллер. И лог полученных повреждений в чате, если вдруг вам не хватает панели повреждений. Отдаление камеры и свободная камера – это два очень важных мода. Первый позволяет отдалять камеру в игре и осматривать поле боя сверху. С помощью второго можно в реплеях оторваться от танка и летать по полю боя, как это делают в своих официальных видео Wargaming. Кроме того, крайне советую отключить дрожание камеры в динамическом режиме. Вам сразу станет намного комфортнее играть и целиться в движении. Плюс в этом же разделе есть четырехступенчатый снайперский прицел для любителей улучшенного зума. Он сильнее обычного прицела приближает ваших врагов. В разделе изменения внешнего вида у нас тоже очень много модов. Отключение камуфляжей и надписей на танках, если вдруг кому-то они не нравятся. Шкурки с зонами пробития танков для начинающих и уже опытных игроков. Цветные декали попаданий танков сразу видно, куда вас враг пробил, а куда нет. Белые трупы уничтоженных танков и вагонов. Если враг за ними прячется, легче его выцеливать. И многое-многое другое. Особняком стоит мод на увеличение дальности видимости на картах. Этот крайне полезный мод убирает туманную дымку вдали и позволяет вам видеть четко и без помех. Улучшение в ангаре – это целый список модов, которые вам помогают вне боя. Во-первых, советую вам поставить фирменный ангар джова. Он лаконичен и сэкономит вам несколько фпс, если у вас слабый компьютер. Статистика игровой сессии показывает вам, сколько урона, опыта, побед и кредитов вы получили за серию боев или за целый день. Средний урон на танке в ангаре – это маленький мод с большими возможностями, который сразу в карусели танков показывает урон ваших боевых машин. Теперь не нужно каждый раз залазить в достижения, чтобы узнать, какой у вас средний урон. Достаточно просто посмотреть на иконку танка. Вертикальное дерево развития танков – более привычное и понятное, чем горизонтальное. Также есть очень удобный многорядный список танков в ангаре с фильтрами, уровнями боев и индикацией значка мастера. Плюс подробные описания умений и навыков для тех игроков, кто пока не разбирается в игре. Ну и, конечно, различные удобные мелочи, типа запоминания последнего выбранного сервера и часы в ангаре. Ну и, наконец-то, мы добрались до изюминки нашего матпака – комплексного мода XVM. Полезность этого мода трудно переоценить. Смотрите сами – ХП союзников и врагов в ушах команды. Помогает следить за развитием боя и понимать, куда и когда нужно ехать. Но будьте осторожны – этот мод очень тяжелый и влияет на FPS на слабых компьютерах. Ну а маркеры засвета в ушах команды противника показывают, какие враги засветились, какие в данный момент светятся, а какие нет. Альтернативные маркеры техники. Более лаконичные, на мой взгляд, чем стандартные от ВГ. Плюс есть иконки фокуса и защиты цели, которые показывают, кого нужно добить, а кого защищать. Умная миникарта с огромным количеством возможностей. Подписи танков и точки последнего засвета. Квадрат отрисовки и круг максимального обзора. Круг обзора вашего танка с учетом перков и оборудования. Плюс указка направления камеры. Лог личного урона. Показывает, сколько урона вы нанесли в бою и по каким танкам. Также у нас есть на выбор огромное количество картинок для перка «Шестое чувство». Если вам не нравится стандартная лампочка, вы можете выбрать что-нибудь другое. Красный стоп-сигнал или, возможно, значок канала Джова. И если вас не устраивают стандартные иконки танков в ушах команд, у нас есть свои. Минималистичные, цветные и реалистичные. Выбирайте. Некоторые из них весьма и весьма удобны. Я, например, выбрал себе минималистичные. Очень удобно определять разные классы техники. Теперь отдельно по поводу звуковых модов. Мод на звоночек крита подсказывает вам, когда вы закритовали выстрелом противнику какой-нибудь модуль. Внешний или внутренний. Сирена пожара, понятное дело, яростно воет, если вас поджигают. Поможет не очень внимательным танкистам, ну или любителям спецэффектов. Также у нас есть озвучка перка «Шестое чувство». Тихое, среднее и громкое. Плюс можете выбрать звук отчета времени после засвета. Помогает понять, когда ты уже вышел из засвета и можешь расслабиться. Ну и последний важный мод в нашем модпаке – это программа для поднятия FPS на слабых компьютерах. Вот Твикер Плюс. Она может убирать из игры некоторые не особо важные спецэффекты. Дым и пламя при выстреле. Эффект рикошета и дым из выхлопных труб. Эффект разрушения объектов и движения листвы. Эти эффекты все вместе или каждый по отдельности могут поднять FPS на вашем компьютере, если будут отключены. Кроме этого, программа может пережать текстуры игры до минимальных значений. Конечно, после этого все будет выглядеть вокруг как в игре 2000 года, но зато практически гарантированно даже самый слабый компьютер сможет тянуть танки и показывать хоть какой-то приличный FPS. Так что, ребята, если у вас далеко не новый ПК, попробуйте эту нашу разработку. И еще в нашем матпаке есть несколько полезных модов, предоставленных официально варгеймингом. Это менеджер реплеев для удобной сортировки ваших нагибов. Это WG Social для публикации результатов боя в социальных сетях. Wargaming FM. Мод радио, если вдруг вам скучно играть без музыки. На этом, дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Не забудьте в установщике поставить галочку напротив уведомлений об обновлениях матпака, чтобы всегда быть в курсе свежих версий. И, конечно, пишите свои предложения и замечания в комментариях. Что добавить в наш матпак, что убрать, а что изменить. Мы ко всем нашим зрителям прислушиваемся. На этом у нас все. Удачных вам боев и сочных побед. Чао, какао! Субтитры создавал DimaTorzok